Всем привет! Ну что, рассказать вам, как легко и быстро сделать из разгильдяек послушных и воспитанных собак? Смотрите далее! Всем привет! Сегодня хочу похвастаться своей новой обновкой, а именно новым электроошейником для одной из моих собак. На канале уже есть сравнение дорогого и дешевого электроошейников, где видно, что хорошие вещи дешево стоить не могут. В том видео дорогой ошейник я брал у своих знакомых, а сам я использую самые дешевые китайские ошейники, и за это время у меня их вышло из строя очень-очень много, а у моих знакомых до сих пор работает. Но тут нужно понимать, что все зависит от вашей собаки. Если у вас очень активная собака, которая и в огонь, и в воду, и в трубы, то ошейники в любом случае со временем будут лететь. К сожалению, взять как у знакомых я не решился. Скажу честно, задушила жабка. Но считаю, что нашел золотую середину, по крайней мере по отзывам. И сегодня мы проверим, прав ли я. Данный ошейник я купил на одном из известных маркетплейсов. Так как заказывать с Китая уже давно нет смысла ни по цене, а и уж тем более ни по времени доставки. Если интересно, ссылка на данный ошейник будет в описании. А вы, если вдруг будете заказывать, обязательно в отзыве надавите на совесть продавца. И скажите, что я сделал им хорошую рекламу. И по-хорошему было бы здорово подарить мне такой же второй. Для второй моей собаки. Шучу, конечно, но... А вдруг? Ну что, давайте распакуем и посмотрим на комплектацию. Модель называется DN405. Должен отметить приятную упаковку. Такую не стыдно подарить владельцу какой-нибудь безумной собаки. Кстати, здорово, что есть контакт с продавцом. Можно связаться и, возможно, решить какие-то вопросы. Потому что обычно в посылках, да со всех маркетплейсов, обычно находишь визитку с просьбой оставить отзыв. И без всяких контактов. Гарантийный талон. Заявлено два года с даты приобретения. Инструкция на русском языке. Что приятно. Запасной комплект электродов. Сам блок основной. Стандартный ошейник. Хорошо, что яркий. Если вдруг отвалится, можно будет легко найти. Так. Это светодиод для проверки работы. Электрической части. Зарядка. Зарядка двойная. То есть можно будет сразу заряжать и пульт, и блок. Силиконовый. Приятный. Ремешок. И сам пульт. Так, теперь давайте разберемся с управлением. Включается пульт с боковой кнопки. Это же кнопка переключения между собаками. То есть к этому пульту можно несколько собак подключить. Включается зажатием. Точно так же кнопкой включения включается и блок. Так, провибрировал. Блок сразу привязан. Кнопка изменения параметров работает по зажатию. И, кстати, можно переключать режимы на ней. Настройки режимов. Что, в принципе, защищает от сбития настроек. Так, вибрация показана 16 разных уровней. Чем выше, тем выше уровень вибрации. Так, звук. Регулируется мелодия. Я так понимаю, что громкость стандартна. Самый высокий уровень. Какой-то вот литрозвук. Но нужно проверять на собаке. Может, это специально подобранный для собак уровень. Это уже проверим на улице. Ну, первый, вот самый громкий. Подсветка. Подсветка включается нажатием отдельной кнопки. Но не фиксируется. Ну, походу, либо здесь подсветка просто как для поиска собаки в моменте. Либо придется читать инструкцию. Так, ток регулируется от 1 до 99. Ощущается. Что-то резкая настройка. Ну да, ощущается. Так, в комплекте идет, как я уже говорил, светодиод для проверки работоспособности. Давайте проверим срабатывание от ложного нажатия. То есть в таких ошейниках это обязательное требование. Да, он работает. То есть когда вы случайно сели, например, на кнопку, либо что-то с пультом случилось, запала кнопка, то блок через какое-то время должен прекратить самостоятельно воздействие. Это здесь есть. Кстати, интересный момент. Это не только светодиод для проверки работоспособности подачи тока. Это еще ключик для замены токопроводящих элементов. В комплекте их два вида. Удлиненные. Я посмотрел. В принципе, для собаки с любой шерстью это будет достаточно. У меня собаки гладкошерстные, поэтому оставляю маленькие. И также есть силиконовые колпачки. Ну, в целом разобрались. Пойдемте проверять его на деле. Всем привет. Здороваюсь, потому что для вас прошло пару секунд, а для нас прошла неделя с небольшим. И есть уже первые выводы и опыт использования. Про аккумулятору хочу сказать только положительные моменты. Потому что разрядить, как мы не пытались, нам не удалось до конца. То есть неделю он проработал. Хотя мы пытались его там на всю. И вибрацию, и подсветку включали. Ничего не помогло. По поводу работы светового элемента на ошейнике. Я так и не разобрался, можно ли его включить на постоянку. Но, в отличие от дешевого китайского, в этом есть плюс. Потому что, когда нажимаешь на эту кнопку и держишь ее, ты уверен, что светодиод горит. Здесь же при разовом включении включается фонарик. Что, кстати, тоже очень удобно. Но, чтобы найти собаку где-то в темноте, нужно зажать эту кнопку, ждать какое-то время, и светодиод должен включиться. Соответственно, если в этот момент ошейник был вне зоны действия, он не включится. А здесь же вы можете просто нажимать кнопку или держать ее, и ошейник будет светиться. Тем самым, может помочь вам найти собаку в темноте. По поводу переключения режимов. Это оказалось очень удобно, потому что здесь можно настроить каждый режим только с помощью верхнего кнопки вертлюжка. Здесь же, чтобы переключать режимы, во-первых, нет никаких кнопок блокировок или сохранения настроек, то есть силы электронного воздействия, вибрации, звука. Здесь нужно сперва на этот режим нажать, то есть активировать. А если нажмете чуть дольше или просто как-то неудачно, он сработает на собаке, тем самым ударит ее лишний раз, или звуковой сигнал произойдет. И только после этого вы можете переключать режимы. Но при этом вы можете, случайно, занимаясь собакой, зажать эти кнопки и переключить, к примеру, на ноль, не заметив этого, просто держа в кармане блоки. Здесь же есть и блокировка, которая не позволит вообще никак активировать никакой из режимов. О блокировке режима. То есть можно заблокировать пульт и не бояться, что какой-то режим сработает случайно. С переноской я так и не разобрался. Единственный комфортный для меня это на ладони. Ладони. То есть как-то одеть на запястье, ну, очень трудно взаимодействовать. Ну и самое интересное, давайте замерим дальность воздействия, потому что это очень важно, особенно когда гуляете в поле, и собаки очень далеко убегают. Мы сталкивались с тем, что собака убегает настолько, что на этот ошейник уже не реагирует. Поэтому это важная характеристика, особенно для охотничьих собак подвижных, которые даже в лесу могут куда-то усандалить. При этом не нужно считать, что они потерялись. Потому что когда хозяин теряет собаку, он начинает кричать, ау, собака, собака. Собака слышит, где хозяин находится, и поэтому она не теряется. Она знает, где хозяин, ей нужно, она в любой момент подбежит. И если вы не научили свою собаку по команде, к примеру, даже вот с электро-ошейниками, приходить к вам, то не нужно считать, что собака теряется. Это ваша проблема, это ваша вина. Вы не научили собаку вас слушаться. Соответственно, теряется не собака, а теряетесь вы, и теряете из виду собаку. Так что, возможно, это панацея вашей ситуации. Ну все, замеры проводим там же, где и проверяли в прошлой ошейнике. Оставляем собак, статиста, тире оператора, и будем идти включать через какое-то время звуковой сигнал, и посмотрим, насколько его хватит. Так, ну, китайский ошейник, мы уже перешли. То есть, дальность уже выше, но нас интересует, сравнится ли он с более дорогим ошейником. То есть, нужно ли переплачивать. для понимания собаки у нас вон там, в конце улицы. Вот тут. То есть, визуально вы их уже видеть не будете, а взаимодействовать с ними у вас все еще будет получаться. Но это напрямой, без видимых преград, поэтому дальность тоже важна, потому что вы можете потерять собаку в городе, где будут мешать консстроение дальности, или в лесу, где точно так же и деревья будут. Ну что, мы нашли точку, где пропадает звук. Чисто визуально она такая же, как и у более дорогого ошейника, что не может не радовать за бюджетные по нынешним временам деньги. Собак уже визуально не видно. Попробую показать зумом на камере, но вряд ли что там можно будет разглядеть. Ну, скорее всего, уже под экраном вы видите точную цифру в метрах дальности действия. Пару слов о влагозащите. Она здесь есть, и ошейник работает без проблем, функцию он выполняет, все функции работают, даже когда ошейник погружен в воду. Единственное, что я заметил, после выхода из воды в динамик попадает вода, и какое-то время работает тише, чем когда он сухой. Но потом просыхает, и разницы уже никакой нет. Ну что, вы все видели сами, решение принимать только вам. Мне ошейник понравился, жалко он у меня один. Так что, если интересно, ссылка в описании. А на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok